Главная площадь столицы стала местом массовых гуляний. С самого утра на площади Ората собрались участники площадок Дары Осени и фестиваля хлеба. Практически все учебные заведения города продемонстрировали работу своих воспитанников на ярмарке Дары Осени. Педагоги в сказочных костюмах поздравляли жителей и гостей столицы с днём рождения Козыла. Замечательный день, ясная погода, столько много народу, настроение во, здорово! Я всех жителей нашего города поздравляю с днём рождения! Желаю всем хорошего, отличного настроения! Сейчас будет шествие. От всей души, конечно, хочется поздравить жителей города с замечательным праздником. И желаем нашему городу процветания, самое главное, процветания, радости и успеха всем его жителям. Пара творчества от горожан продолжился фестивалем хлеба, где кондитеры Козыла знакомили гостей с разнообразными мучными изделиями и традиционными видами хлеба. Все желающие смогли попробовать хлеб, выпеченный в классической печи по старинным рецептам, а также проследить и сравнить, как менялись рецептуры и вкусы людей на протяжении веков. А поздравления в адрес столицы Тувы не прекращались и на этой площадке. Детский сад номер 40 поздравляет с днем города! Кроме того, гостей и жителей Козыла ждал традиционный костюмированный парад с участием лучших коллективов города. Шествие возглавила городская мере. За ними шли сотрудники парламента республики. И все живу! Честно работаю! Город люблю! Ура! В костюмах знаменитого мультфильма «Маша и Медведь» зрители поздравили сотрудники Козыльского ТЭЦ и агентство по делам семьи и детей. За ними с лозунгом «Все профессии нужны, все профессии важны» прошлись и работники бана прачечного комбината. В национальных костюмах горожан поздравила колонна перинатального центра. Но самыми яркими участниками парада стали воспитанники детской хореографической школы Козыла. Следующим видом хореографическое творчество. Программа ранее эстетического развития. При школе созданы следующие ансамбли. Это балет «Алантос». Праздничные мероприятия в честь Дня города продолжились различными тематическими площадками. А завершился праздник красочным фейерверком. Чинчисамугар из Холлотеля, компания «Новый век». В честь Дня рождения Козыла в мэрии города наградили благодарственными письмами и почетными грамотами инициативных козылчан с активной гражданской позиции. Отметили работников различных муниципальных учреждений, предпринимателей, сотрудников сферы здравоохранения. Подробнее Диана Баян-Багус. За высокий профессионализм, добросовестный и плодотворный труд в системе органов самоуправления Козыла благодарственными письмами мэрии столицы отметили 19 представителей различных муниципальных учреждений. Среди награжденных – бухгалтеры, электросфальщики, специалисты, уборщики территории и рабочие, водители и инженеры. Почетную грамоту мэрии Козыла получили восемь представителей муниципалитета. Письмо мэрии города Козыла Монгуш от Ченна Пениаминовича, членом Доброгородного народного движения Енисей города Козыла. За активную спонсорскую помощь и плодотворное сотрудничество в организации празднований Дня города и содействие в благоустройстве молодежного парка благодарственными письмами были награждены и предприниматели Козыла. К сожалению, там, когда первый год мы садили, там, 3-4 года назад, было все очень хорошо. Но каждый год все становится хуже и хуже и хуже. То есть выкапывают цветы, выкапывают землю, ломают, вот прям целенаправленно это делают. И у меня большая просьба к жителям города Козыла, не делайте этого, пожалуйста. Мы стараемся, мы все делаем для жителей, для города, чтобы процветал город, чтобы было красиво и хорошо. Вот пожелание всех жителей города Козыла, поздравляю с праздником, с Днем города и пусть наш Козыл процветает. Активист двора и старшая по подъезду дома номер 26 по улице Калинина Валентина Стерехова также удостоилась благодарственного письма. Женщина отмечает, что жители должны содержать в уюте территорию своего дома. Ну, как ощущение очень радостное, поднятое, что оценивает наш труд. Мы каждый год после своего дома разводим и цветы садим. В этом году мы, кроме того, что вся лицевая сторона дома у нас благоустроена, мы еще и обратную сторону дома тоже засадили, благоустроили. Посадили деревья, посадили кусты. Также дальше продолжим озеленять. Нам вчера привезли машину с земли, мы теперь все радостные, начнем садить дальше, чтобы было красиво. И будем участвовать, продолжать участвовать. Ветеран Тувинского государственного симфонического оркестра Владимир Шанин удостоен медали за вклад в развитие Козыла. По состоянию здоровья он не смог присутствовать на церемонии награждения, поэтому медаль передали супруге. Почетной грамотой главы города и благодарственными письмами от Курала представителей удостоились около 40 граждан. Среди награжденных электросварщик дорожно-технического сервиса Козыла Павел Дементьев. Козыл поздравляю с днем рождения, с днем города, желаю его хорошо и замечательно отметить, без аварийности на дороге. Отдельными благодарственными письмами удостоились медицинские учреждения Тувы и частные лица за пример подрастающему поколению и активную гражданскую позицию в благоустройстве дорожки здоровья. Напомним, 14-километровая велодорожка открылась на построенной в этом году дамбе реки Енисей. Диана Баймбу, Серис Ховалы, телекомпания «Новый век».